Доброе утро, дорогие мои. Сегодня у нас 6 июня. Время полвосьмого утра. Время полвосьмого утра. Хочу поблагодарить Олега Ивановича за поддержку канала. Спасибо, дорогой. Олег Иванович, это те из тех людей, которые регулярно помогают каналу. Значит, с утра пораньше, смотрите, стою в Голубятни, с меня пот течет. Уже 34 градуса с утра пораньше в Голубятни. Сегодня по интернету передается 39, но сами понимаете, что у нас никогда не бывает 40. Даже если температура уже там 45, пишется 38-39. Почему? Потому что, когда температура воздуха отпускается ниже или выше 40 градусов, должна составляться новый нормированный день, ненормированный день. То есть там охладительные напитки, короткий рабочий день. Ну, поскольку вот у нас не любят бюрократией заниматься. Ну, 39 и 39, 38 и 38, и не больше. Как бы вот так. Так, значит, сегодня что мы будем делать? Сегодня я опять этих же пешалок соберу и, словами, но уже с другого места не пущу. Так, вчера просто успел. Успел там на несколько часов дали, походу перекинули на аварийную линию. На несколько часов успел загрузить ролик. Буквально где-то, наверное, через час как ролик загрузил. Свет вырубили, до сих пор нету света. Ну, проехал, вроде новую трансформаторную будку поставили. Она сгорела, старая, до тла. Ну, надеюсь, хочется дадут свет и этот ролик завтра выйдет. Ну, если не дадут, то я не виноват, дорогие мои. Сейчас поймаю эти. Выйду и попробую. Вообще старайся. Смерть просто тут течет. Это аномальная жара. Ну, хотя каждый год такая же ерунда, но чересчур много, понимаете. Чересчур много. Чересчур жарко. Поставим на паузу. Поймаю. Ну, про этот продукт. Да, пока. Пока, пока не вышел сейчас. Так, сейчас почитаю. Миша ответил вчера. Гагик, добрый день. Фу-фу-фу-фу. За столько лет понятия не имею, что такое оспа. Наверное, у моих голубей оспа проходит бессимптомно. Гагик, спасибо за добрые слова. Мой адрес. Спасибо за поздравление. Мир, мир, голубь, небо. Да, дорогие мои. Есть люди, которые не знают, что такое оспа. А есть люди, которые не знают, что делать. И это все зависит от того, насколько вы правильно содержите ваши голубя. При правильном содержании. Как говорится, да, дорогие. Чем отличаются умные от мудрого? Умный человек попадает в проблему и пытается правильно решать. Мудрый человек эти проблемы обходит. То есть, мудрый голубятник что делает? Он создает условия, что этих болезней у него не было. Ну, даже умный голубятник, да, я не буду называть голубым, но что делает? Попадает в проблему и пытается решать. Да, вот очень часто говорят, ну, убери одного больного. Ну, он же умный. Он хочет решить. Вот мудрый, он сразу убирает. Потому что знает, что потом будет проблема за проблемой. А вот умный не убирает, потом начинает мучиться. Понимаете? Ну, вот как бы вот так. Так, поставим на паузу чуть позже. Так, дорогие мои, ну поймал уже 6 новых и 7 мешалок. Как у нас математики говорят, от переменами слагаемых сумма не меняется. Ну, посмотрим, с голубями это работает. То есть, ну, как бы разницы нет, у кого ты идет назад пускаешь. Все равно я же 13 штук поймал. Я вчера сначала выпускал 7 мешалок, а потом 6 взрослых. И они все дружно пошли сели на соседскую крышу. Потому что мешалки туда сели. Ну, сегодня сделаем наоборот. Так же пойдет. Так, это вот на спине помаркой. Ну, все. Вот тут готовится. Ну, заходится. Так, это у нас идет пюренький безглох. А, нет, не сел идет. Летит. Я думал, сел. Ну, вперед даже. Конечно, это не тот бой, который мне нравится. Ну, еще посмотрим. Ну, на худой конец это намного будет лучше, чем я буду делать родственные боровки. Понимаете? Это будет намного лучше, чтобы птица будет здоровее и не тупее. Да, да, да. Кешалка должен быть хорошим. Да. Ну, вот тут ко мне полетел сел. Видите? Так. Да, ну, это хороший выход будет давать. Вот эти беденькие. Молодец. Вот. Неплохо. И Акбашчик тоже будет хорошим. так и сапожками и чулочки чулочки и поднимается пытается подниматься красивый шахматный чап хотя многие таких называют мара мара сейчас почти по ходу дубасит но они молодые посмотрим как они но остановка есть куда я вот это жара слегка ветерочек аж прямо сказка дожить можно чапик поднимается молодец ну теперь вот из этих начнет так же тоже мазана свечка и полетишь они вчера если помните все падали на соседской крыши на провода кое когда тягивать сегодня как ведь уже один летит точно тоже наверно полетит или нет ряда хвост и пюреньки нет сел пюреньки сел чернохвостами шеечка от красной шеи полетел молодец жарко дорогие мы очень жарко уже 35 градусов к черту представьте что в обед будет как минимум 42 43 наверно если не больше с дома выходишь как будто пинком пал был долбанули жара стоит полетишь или упадешь туда пошел наверное где вчера сидел вот это соскочил молодец отлично сидеть мы посмотрим сегодня они все а он уже двое там сидят черного чуба цикла ржавый такой он дотянешь 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 дотяну молодец еще и сускочили молодцы еще и сускочили еще и на жопу сейчас сядут будет вообще замечательно одна гнездка того ржавенького одногнездки второй пошел зале вы поняли за один день научились уже несколько круглого давать вот этих сейчас посмотрю одна из них голубочка однозначно будет споровать так дорогие мои в такую жару даже 10-15 минут лёта голубей который бьют это уже замечательно это уже это лучше чем десяти часовые которые рассказывают или 12 12 часовые про которых рассказывает видите намного лучше ты тоже сюда подлетел молодец да ну чернохвостый чат молодец он отдельно летит вот эти к стае не подлетает хотя эти тоже как бы отдельно идут и вот этот беленький тоже спиннипитники тоже отдельно идет молодец они сейчас туда на эту крышу сядут на высокую это выше понимаете вот у голубей есть такая штука откуда выпускаешь они туда и возвращаются садятся на безопасное место потихонечку в следующий раз чуть дальше оттуда выпущу ну как бы вот так дорогие мои я весь мокрый пока мир умер голубом небо потом продолжим так дорогие мои похолодало сейчас вот сейчас видите это ваша катастрофа это вообще катастрофа это вообще катастрофа сегодня уже два раза когда молодежь выпускает даже в этот день других не выпускаю да и чтобы они сами но сегодня мне пришлось выпускать всех чтобы искупали сегодня раза два или три тазик поменял выходе жара вон и единую искупал и бандит искупал ну и вот когда дежесский поливаешь она все равно она все равно сухо ну че из вас кто-то еще умеет питать молодцы сейчас да тут у меня подорожник нашинковал я бандит и тоже подорожник хочешь сколько они полетят сколько летать будут они недолго потому что жарко вон че за дыхать это белокрылого сына хотя куплен уж нормально все ну что это не задыхается эти новые молодые все 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 дома завтра уже с другого дистанции буду выпускать их подберять посмотрим понимаете в такую жару стоять невозможно сегодня насколько но по-моему в обед поставили нам новые подстанцию надеюсь будет выдерживать подстанция стояла наверно 50-х годов то есть даже не было ну кроме лампочки или час что еще было у людей ну может обогреватель какой-нибудь самодельный то есть не было такой поголовной сплит системы то 5 10 техники каждой улице может по одному телевизору было дальше или квартале сейчас много техники естественно электричество больше используется учитывая еще есть такую усталость металла столько лет этот металл работает выдерживает чуть же не выдерживает я думаю что какой-то дурачок сейчас покрытие вот такую жару покрытие будут те которые меньше бьют если они есть на небо смутное знаете не облачно а смутное просто вот как смог стоит вот как москве тарканики горели смог стоял тоже здесь вот мутное небо воздух мутное от жары вот висит и так видно что еще катастрофа я думал сегодня самый тяжелый в такую жару и без света без кондиционера без витилетра без ничего ну слава богу рыбками еще спас сейчас есть такие компрессоры которые работает ну юсб компрессоры такие там от повербанка можно включить и они работают благодаря этим рыбок спас сегодня под себя трудно было спасать жара конкретно все бандюга тебя тоже уже не прыгать на 200 литров аквариум стоит мимо прошел руку засуну и начал играться потом ногу поднимает хочет туда залезть дедушка взял его раздел и туда закинул не представляешь хороший прыжок мандит какой кайф у него заплакал не хотел выходить я тебя сейчас по носу буду бить засранец разве так можно сканирую продался ну даже такой жару гудят сейчас еще и линька начинается обильная линька будет так что пыльные сборники обязательно вам надо ставить бандит ты чё засранец ты чё делаешь а ты чё делаешь а тебя не стыдно по носу так щелкайте что он пошел уже яблоко миграют не поняли ведь ребенок еще малыш периодически так надо учить такого нету что раз объяснила он понял это не понимается даже из здесь стыдно поднимает ооо ласточка летит горда мать да нет там не лас да ласточка ласточка летит ну не задыхаются видео обычно в такую жару даже на крыше многие голуби клюва открытия дорогие уже ехать надо насыплю поеду если рано проедешь так что миром мир голубям не погонять